Друзья, всем огромный привет! Сегодня поработаем вот с такой вот УШМ. Сделаем для нее пару приспособлений, которые делаются очень быстро и легко. И всегда хочется что-то улучшить, что-то сделать. Так что, сегодня сделаем. Давайте посмотрим ролик. Это будет не так долго. Вам всем приятного просмотра. А для первой идеи нам понадобится ровная пластина. Я буду использовать уголок, то есть мне нужна металлическая пластина. На одной стороне сделаем закругление. Теперь надо убрать ржавчину. Для этого использую вот такой вот коралловый диск. Он уже, правда, старенький такой, но тем не менее, чем хорошо, он не снимает металл, снимает только ржавчину. Как результат, 5 секунд и все ровненько. Сейчас накину и сделаю отверстие на 7 миллиметров. Теперь обезжирим обычным обезжиривателем. И красим нашу заготовочку в мой любимый красный цвет. Друзья, как видите, сегодня работаю с новой угла шлифовальной машины. Увидел в социальных сетях у Петровича обзоры инструмента собственной торговой марки КМ Атом. И, конечно, решил себе приобрести. Честно говоря, я не так давно закончил ремонт в доме. И Петрович в этом очень сильно выручал. Это единственный строительный магазин, который работает 24 на 7. И товары всегда в наличии в огромном ассортименте. А для покупки продукции можно выбрать любой удобный способ. Контакт-центр, сайт, мобильное приложение или физический магазин. У Петровича есть дополнительные услуги, такие как доставка, услуги по аренде инструмента. Можно распилить материалы по размерам, сделать предварительный расчет необходимых материалов, сделать дизайн. В общем, огромное количество услуг, все, что нужно при строительстве и ремонте. Также у Петровича есть программа лояльности «Союз отважных». Это бонусная программа. При регистрации и выполнении всех условий копятся бонусы, которые можно обменять на скидки на покупки у партнера. К примеру, покупки мебели, посуды, клининг, то, что нужно после окончания ремонта. Что касаемо самой угла шлифовальной машины, то она у меня 18-ти вольтовая. Диаметр диска 125 мм. Двигатель тут бесщеточный, с 10 тысячами оборотов в минуту. Также есть плавный пуск, весит примерно на 2-200. А полный обзор краш-тестера на эту шлифовальную машину можно посмотреть в социальных сетях у Петровича. Друзья, если вам нужны качественные товары для строительства и ремонта с большим ассортиментом, вам в этом поможет строительный магазин Петрович. Оставлю ссылку на СТМ Атом в описании. Ну а мы с вами продолжаем. За кадром сделаю вот такую шпилечку. И две, это на 8, и две гайки. Закручиваем такой стороной вот сюда. Вот так я, в общем, закрутил. Теперь берем на нашу, уставляем на нашу в отверстие УШМ. Тут тоже металлическая резьба, не пластиковая. Начинаем закручивать. Теперь берем ключик и контрагаем. Как понимаете, друзья, у нас получилась вот такая вот направляющая для ровного распила материала. То есть мы можем спокойно сейчас куда-то упереть и ровно распиливать. Я знаю, что делают такие приспособления для дисков, которые по дереву. Ну, для УШМ диски по дереву есть. Но я их никому не советую брать и покупать на болгарке, на УШМ. Потому что это все-таки травмоопасно. А это вот, ну, такая штуковина получилась. Сейчас мы с вами ее протестируем, как она будет работать. То есть у меня, получается, я поставил как направляющую. Мы вот упираем доску. И вот у нас будет так вот производиться пил. То есть у нас, смотрите, получается прям ровная линия. Все четенько. То есть как направляющую можно использовать и чтобы пилить ровные линии. Зажал также вот сейчас керамогранит. Попробую вот так вот перевернуть, чтобы не мешался сам аккумулятор. Конечно, я чуть-чуть попробую, ребят, потому что будет очень пыльно в мастерской. Это делать все-таки на улице, либо нужно пылеудаление сюда ставить. Вот получаем так вот ровную линию. Правда, у меня диск уже убитый. Но, тем не менее, я просто хотел показать, что это вот ровненькая линия, да, как бы получается. Просто, что кромочка, глазурь вся сбита. Нужен хороший диск. Ну, а мы с вами продолжаем делать вторую самоделку. Вот нашел такой вот уголочек. Это, конечно, надо все это отрезать, зачищать. Сейчас я это за кадром все уберу и сделаем уже вот из такого уголка. Заготовочку я зачистил сразу, чтобы она уже была чистенькая. Все обрезано. Сейчас мы с вами отрежем 65 миллиметров. И с этой стороны отрежем 120 миллиметров. Получаем вот сейчас такую вот запчасть. Отступим от этого вот выступа 10 миллиметров. Пропиливать буду вот это, это мне нужно будет выпилить сейчас, но буду где-то вот примерно вот так вот. Теперь берем нашу шею, чем-нибудь помажем по краю, чтобы нам потом можно отпечаток сделать было. Выставляем ее вот таким вот образом. Вот, у нас след остался. Теперь вот здесь по центру сейчас сделаем отверстие на 8 миллиметров. Теперь сейчас все края немножко закруглю, чтобы они были такими острыми. У нас получилась по итогу вот такая вот запчасть. Здесь ее, конечно, еще немножко можно модернизировать, но это по желанию. Можно вот сюда вот еще приварить какую-нибудь арматуринку, кусочек металла. Но я не вижу в этом смысла. Так, теперь вот так вот ее мы устанавливаем. Используем ту же самую шпилечку, которую мы уже использовали при первой самоделке. Сейчас посмотрим, чтобы у нас это было все под 90 градусов. Все четко. Осталось теперь только это законтрогайить. И она у нас будет сидеть мертво. В общем, такое вот у нас приспособление получилось. Вы скажете, для чего же это, Леха? А я вам расскажу. Это у нас для мелких деталей, которые резать там арматурку, что-то еще, трубы можно резать. Сейчас все продемонстрирую. Все это можно держать в руках, да? Как бы теперь это не закучно. Ничего бояться не надо. Уже не надо там в руках держать. И если это не будет, она будет ее просто закусывать. Я не буду показывать, как это происходит. Я думаю, все это прекрасно и так понимают. Ну вот, давайте возьмем еще, к примеру, вот трубу круглую. Практически идеальный отрез под 90 градусов. То есть можно смело отрезать под 90 градусов. Вот она будет. То есть, как видите, можно под 90 градусов и профильную трубу отрезать ровнее. То есть не стараться, там не отмечать. Вот я просто тупо на глаз это сделал. Вот теперь нам, допустим, нужно какую-нибудь мелкую деталь отпилить. Мы можем теперь смело это делать вот таким вот образом. То есть у нас ничего не закусило. Отрезали ровненько. Если бы не было бы защитки вот этой, то 100% бы у нас ее затянуло бы туда и выбило. Ну и в руках такое вообще нежелательно, конечно, делать. Это я просто показываю как вариант. При необходимости всегда можно открутить. Детальку нашу я покрасил, по-другому не могу. Ее хоть будет потом видно, чтобы не потерялось. И при необходимости ее можно было всегда найти. И по итогу у нас получились вот такие вот две запчасти, которые вроде бы два кусочка железа. А они помогут в мастерской. Никогда теперь не потеряются. Красненького цвета можно положить в стороночку и при необходимости всегда достать. То есть у них также один крепеж. Все четко. Друзья, по итогу у нас получились две вот такие вот идеи. Самоделочки для УШМ. Я думаю, будет вам полезно. Кому-то это понравится, кому-то нет. Конечно же, решать вам. Я никого не учу. Обязательно соблюдайте технику безопасности. Вам же всем огромное спасибо, кто смотрит, кто поддерживает. Всего вам самого хорошего. Самое главное, крепкого-крепкого здоровья. До новых встреч. Увидимся. Продолжение следует...